Привет за окном! Конец ноября, это Гриня и финальный Боком Ньюс 2020. Погнали! Сегодня в выпуске. Дрифт в Сибири, Сочи, Омане и Калифорнии. На прошедших выходных был выявлен чемпион Формулы Дрифт США 2020, последним из Большой Тройки, в которую я включаю РДС, Дрифт Мастерс, Формулу Дрифт и на этом, считаю, можно закрывать летний дрифт сезон, но особо пытливые дрифт умы напомнят мне, что в декабре нас еще ждет финал Формулы Дрифт Япония. Специально для вас я собираюсь в следующий месяц посвятить этому чемпионату, а вот до статуса Большой Тройки он пока не дотягивает. Но сначала давайте обсудим, что же нас ждет в межсезонье, хотя опыт последних нескольких лет все меньше и меньше дает поводов назвать это зимнее время межсезоньем. У нас, кажется, появилась Большая Зимняя Тройка, два участника которой проходят в России. Но самым жарким среди зимних чемпионатов выступает ОМАН Интернешнл Дрифт Чемпионшип. И я, конечно же, говорю именно о температурном режиме, хотя организаторы изо всех сил пытаются собрать максимально звездный состав для крутых заруб. Зимой 2021 года пройдет уже четвертый сезон этой международной тусовки и Национальная Автомобильная Федерация ОМАНа собрала достаточно профайлов пилотов, чтобы определить, кто им интересен, а кто воспринимает их чемпионат несерьезно. Как результат, Дайго Сайта со своим разваленным мотором в одном этапе и с единственным боевым, но все равно провальным этапом уже не самый интересный гость. В смысле, впервые организаторы начинают отбирать пилотов, а не просто бросаться на громкие имена. Это правильное направление в сторону улучшения качества дрифта, а не в сторону звездности ремонтных работ в тех зоне и интересных закрытых контейнерах машин. И вот опять свежая новость об изменении количества этапов и их дат. Чемпионат смещается, и первый этап пройдет 4-5 февраля, второй через неделю 11-12 февраля, а дата вернувшегося третьего этапа будет объявлена дополнительно. По составу участников просят пока не разглашать. Но температурным антирекордсменом, конечно же, зимой выступает Winter Drift Battle. И тоже за последние несколько лет уже все привыкли к шестиэтапности чемпионата, но этот сезон 2021 будет состоять всего лишь из пяти раундов, которые начнутся 26-27 декабря. Еще два этапа пройдут в январе и два в феврале. Шесть этапов надо было начинать в первых числах декабря, а вот отказ от мартовского этапа я считаю разумным. Опять же, опыт предыдущих лет на финале сезона дарил бедным джигулям больше асфальтного дрифта, чем зимнего. Для меня главной интригой зимнего сезона остается выбор Джеймса Дина. Поедет ли он в Оман защищать свой титул и идти на четвертое чемпионство, или все-таки с головой нырнет в жига-дрифт и рванет в Сибирь участвовать в Winter Drift Battle. Последний вариант, конечно же, более предпочтительнее, и нам точно будет интереснее. Но, насколько Дин открытый во многих вопросах, настолько именно по этому выбору он не колется жучаром. Чуть больше меня волнует, насколько много про-пилотов и блогеров оттянет из ВДБ уже полноценный зимний-летний дрифт-чемпионат в Сочи Дрифт Челлендж, на котором надо остановиться подробно. Вы не могли не заметить, что в этом выпуске у меня появился новый микрофон от HyperX Quadcast S. Новая модель только-только вышла на рынок, и я очень рад ее появлению. Весь этот выпуск записывается именно на этот микрофон, а вы знаете, звук самое важное для видео, которое может быть любого качества, но при достойном звуке. Серия Quadcast от HyperX давно снискала любовь у геймеров, стримеров и любителей украсить свое рабочее место красивым девайсом, а выход новой модели, в которой еще и можно на любой вкус и цвет изменить RGB-подсветку устройства в специальном приложении, еще больше усиливает позиции этой серии на рынке. Кроме этого, мне в новом Quadcast S понравился переход на удобный разъем USB-C, так как в предыдущей красной модели не всегда удобно было попадать в разъем мини-USB. А все позитивные моменты остались на своем месте. Комплектный трехметровый шнур в оплетке, антивибрационный паук, встроенный поп-фильтр, набор переходников для установки на пантограф или стойку, ну вот прямо как сейчас я использую, выбор направленности микрофона, стерео для одного, для компании, для интервью и тому подобного. И мои любимые три фишки. Возможность подключить наушники прямо в микрофон, функция анти-крик, когда микрофон сам выравнивает завалы. Приветствую всех поклонников дрифтинга, с вами Александр Гриня-Гринчук и сенсорная кнопка отключения микрофона с очень наглядным уведомлением. Кроме всего вышеперечисленного, вас порадует цена на это универсальное решение для ПК, Мака или вашей PlayStation 4. Ознакомиться с подробными техническими характеристиками и ценовой политикой можно и нужно по ссылкам в описании к видео. Итак, открываем регламент Сочи Дрифт Челленджа и читаем пункт 1.1.1. ИПЦ Регра ЦФП объявляет в 2020-2021 году многоэтапное открытое соревнование по дрифту Кубок Сочи Сочи Дрифт Челлендж. Чуть ниже в статусе обозначается разрешение на участие иностранных пилотов, а движ в WhatsApp группе белорусского дрифта с откреплениями баф для участия. В Сочи Дрифт Челлендж очень непрозрачно намекает, что иностранных пилотов будет хватать в этом году. Еще чуть ниже в реквизитах организатора Аркаша засветил свой красноярский адрес. И не переберись он в Сочи, я уверен, толпа поклонников уже обивала бы порог на Новосибирской 5 в Красноярске. Жаль, что он телефон там не указал. Но давайте я расскажу, что и когда нас ждет. Многоэтапное открытое соревнование Кубок Сочи Сочи Дрифт Челлендж будет состоять из четырех этапов. Они, конечно же, не совпадут с датами Winter Drift Battle. И первый этап нас ждет уже на следующих выходных, 5-6 декабря. Продолжение в 20-х числах января, февраля и марта. Первые три этапа пройдут на площадке Падека Поддержки, в котором конфигурацию специально к зимнему дрифт чемпионату закатали свежайшим асфальтом. А на вид конфига сверху можно полюбоваться в инстаграме Сочи Дрифт Челлендж, на который очень несправедливо подписано всего 14 с копейками тысяч народу. Вообще, огромный респект ИП Цареграцеву АП за то, что он делает для дрифта. Благодаря Сочи Дрифт Челленджу Россия становится одной из тех стран, где круглогодично можно ехать серьезные дрифт чемпионаты. Да, сочинский зимний чемпионат все еще развивается, но такими темпами, я думаю, очень скоро участников придется делить на младшие и старшие классы. Но пока что регламент очень лояльный и допускает как варные, так и болтовые каркасы с минимальной схемой. Участие стоит совсем не заоблачные 15 тысяч рублей, но опыт Winter Drift Battle все-таки прослеживается. Есть ограничения по количеству заявок не более 50 участников в квалификации. А то опыт бесконечной квалы со 100 плюс пилотами ни один судья, участвующий в таком трэше, никогда не забудет. Поверьте мне, доводилось. Однако те, кто пройдут квалификацию, накатаются вдоволь. Соревнования проводятся по сетке ТОП-24 Дабл Эллиминейшн. Для незнающих это двойная сетка победителей и проигравших, где у каждого пилота есть второй шанс после проигрыша. Печальная новость для сочинских поклонников. Дрифта без связи в тусовке. Из-за сложившейся ситуации организаторы приняли решение весь сезон провести без зрителей. Однако трансляция со всех этапов будет. В прошлом году она, правда, была только в ВК, но наша команда достаточно быстро реагировала и клепала короткие версии Сочи Дрифт Челленджа. И, кстати, в комментариях расскажите мне, смотрели ли вы эти версии и нужны ли они в этом сезоне здесь на канале Гриня. И еще одна мысль, которая не дает мне покоя. Хватит ли бюджетов и запала топ-команды пилотов на участие и в Винтер Дрифт Баттл, и в Сочи Дрифт Челлендж. Уже прошлый год показал, что Каба сфокусировался именно на летнем дрифте зимой. Но кому тогда строим Смарт, хотя Каба это Каба. А вот Азаров, Мигаль, Никулин тоже постоянно появлялись в дымном дрифте в Сочи прошлой зимой. Тут просто мысль витает в воздухе, что зимний дрифт это, конечно, хорошо, особенно на первых порах. Но как только ты ныряешь туда глубже, это перестает давать заметные результаты летом. И тогда вопрос, зачем тратить время, силы, бюджеты на лед, когда на Сочи автодроме в Падоке переложили новый асфальт? Последним бастионом зимнего чемпионата по дрифту остается сибирская тусовка. Но надолго ли? Так а что там у американцев в формуле дрифт? Этот неяркий сезон подарил два очень бодрых заключительных этапа, богатых на драму, крэши и фейспалмы. Не устану повторять, что весь сезон формулы дрифт состоял из восьми этапов. Но из-за ковида, во-первых, прошел без зрителей, а во-вторых, начался только в сентябре и этапы пришлось проводить по два в уикенд. Таким образом вышло всего четыре пары выходных. Двойные этапы проходили по одному и тому же конфигу без квалификаций. В субботу нечетный этап, в воскресенье четный. Места в сетке распределялись жеребьевкой и без квалификации вернулись заезды за третье место. Так и было первые три раза, и я не удосужился проверить, все ли соответствует. В заключительном уикенде такому порядку вещей оказалось есть изменения. Седьмой этап класса Pro прошел в пятницу. Младший класс Pro 2 пустили в субботу. И финал, заключительный этап года класса Pro, состоялся уже по порядку в воскресенье. Благодаря вам, мои дорогие подписчики, и я узнал об этом. Вы меня быстро растолкали, а подготовленная к запуску трансляция не дала нам пропустить ни одного заезда парня. Кстати, об этом измене графика этапов. Это очень логично, и надо было так с самого начала. Ведь если в пылу битвы разваливаешь тачку в стену или укладываешь мотор, то целая ночь на устранение неполадок это хорошо. Но когда у тебя есть две ночи и целая суббота на те же действия, мне кажется, это на порядок лучше. Не хватило у меня сил отследить все перипетии младшего класса Pro 2, но я поздравляю белорусов, так как ваш земляк Дмитрий Бруцкий стал чемпионом класса Pro 2 и в следующем году обещает ворваться в Pro и порвать всем, кому там что рвать он будет. Основное отличие финального уикенда от предыдущих трех это измененный продакшн прямой трансляции, за что организаторам огромное человеческое спасибо. А вот похоже режиссер трансляции чудом зацепился за свое место, но это чудо хотелось ему отбить. Я так и не понял, зачем при переключении камеры повтора каждый раз немного перематывать назад, что сильно теряло общий темп просмотра заезда. Сам трек Ирвиндейла House of Drift как всегда бесподобен. Бетонные стены под внешними клиппинг-зонами покатого бэнкинга, конечно же, были главным испытанием пилотов, но в этом году дрифтерам удлинили зачетную зону дополнительной перекладкой и внешней зоной 3. Крутяк! Не помню, чтобы в конце ноября был финал в Ирвиндейле, и поэтому впервые я увидел украшение трека уже к Рождеству. Это очень круто и празднично. Что не круто, это видеть пустые трибуны этого легендарного трека, куда раньше обычно очень сложно было купить билет за месяц до гонки. Эх, 2020-й. Ладно, эмоции прочь, давайте проследим, как участники Формулы Дрифт немного неуклюже боролись за чемпионство в отсутствии Джеймса Дина, Петра Венцика и даже Дайго Сайта, джетиха которого, похоже, до сих пор где-то чилит на просторах американского континента, пока сам Сайтеевич строит безумные Ярисы на Джейзетах. Я не знаю, это год такой, или пилоты в ФД расслабились после хэт-трика Джеймса Дина, но и у меня сформировались три группы участников Формулы Дрифт 2020 класса ПРО. Первый, совсем неудачники, вторый, ну, чуток меньше неудачники и мизерная группа красавчиков. Неудачники почти все, кто решили дебютировать в этом сезоне в Штатах. Ив Майер, вице-чемпион Кубка FA 2018 года, не может поверить, что тогда на его стороне была госпожа удача, не позволившая пройти только Гочу. Однако Формула Дрифт вроде как доходчиво объяснила, как нужно готовить тачку и пилота к этой серии, особенно в ПРО-классе. Если еще в первых уикендах Майер появлялся, то на седьмом этапе финале он даже не заявился. Больше пыл и задора оказалась в японце Ватару Масуяма, призера Формулы Дрифт Японии, который заявился в Формулы Дрифт США, на целый сезон и прозрел от того, насколько разный Дрифт в этих сериях. Причем не по качеству, а именно вот просто разный. Вроде как к концу сезону Масуяма начал вкатываться, но все равно по году приехал только на 22 место из 30. Очередной раз Ватару Масуяма доказал, что с первого сезона покорить Формулу Дрифт может только какой-то очень выдающийся Гайджин, вроде Дайго Сайта, а остальным Масуямам, Блушсам, Венцикам и Йокоям надо вкатываться и часто не один год. Трэвис Ридер, чемпион класса ПРО 2 2018 года, не вызывает никаких эмоций, кроме как это тот чувак, что полгода в прошлом сезоне промучился на электричке Камара. Не знаю, сколько еще лет ждать от него результата на его страшной тренажке, но лучше бы он ездил дальше на электричке. Главное противостояние года Киншира Гуши против Супры А90 на моторе Б58. Если посчитать все проблемы, которые вылезли у Супры за год, то это уверенный проигрыш Гуши. В финале он наконец-то прошел дальше топ-32 и добрался аж до топ-8, где вытащил Джастина Поллока на One More Time, но дальше пройти не удалось, год закончен на 18-м месте. Перейдем к более удачливым ребятам и начнем с ютубера-миллионника Адама Лизотте Зайслера, он же Адам Элзет. Чувства у меня смешанные. С одной стороны, Адам уверенно ворвался в класс про и без вопросов завоевал титул новичка года. Но с другой стороны, заявился он на Тойоте в первый этап, проездил шесть этапов на Ниссане пятнашке, а на седьмой увалил мотор перед самой гонкой. Ехать последний уикенд года пришлось на аренной запасной тачке Одди Бакчиса, и это, конечно же, сказалось на результате. В Техасе он доехал до топ-4 на своей пятнахе, а на машине Одди на топ-8 и топ-16. Кстати, не обошлось и тут без госпожи удачи. Адам Элзет, кажется, стал единственным пилотом во всем списке, кому вместо квалификации жеребьевкой четыре раза из восьми выпадал Байран в топ-32. Как бы там ни было, Адам Красавчик стал новичком года, что достаточно серьезное достижение в первом сезоне класса про. Будем следить за его прогрессом, включать фонг в его заездах, как показывает опыт Техаса, это ему сильно помогает. Казуэ Тагучи был моим любимым мальчиком для битья во времена езды на 35-м Геттере в формуле Дрифт, но как только он пересел на пятнаху, дела у него пошли намного стабильнее. Гочи бы просмотреть эту информацию и задуматься. Однако сезон 2020 не дал Тагучи по разным причинам забраться выше топ-8, да и вообще у него поровну 4 этапа, вылет топ-16, 4 этапа, вылет топ-8. А перед финальным этапом он еще и тачку в стену развалил на тренировке. Результат 11 место в сезоне. Тейлор Халл и Джефф Джоунс, такие разные пилоты, но так одинаково пробивались с борьбой сквозь сезон. Начали с покойными топ-16, но потихоньку каждый добирался по разику до 4-го места. Кстати, именно Джефф Джоунс выкидывает Тейлора Халла в топ-8 финала, а сам занимает 4-е место, Зетка валит. Вот и Джоунс становится 9-м в сезоне, а Халл 10-м. Майкл Эсс и чемпион 2013 года, который тогда хитростью обошел Криса Форсберга в погоне за чемпионство, в 2020-м выглядит, ну, достаточно нестабильно. То он не может пробиться дальше топ-16, а вдруг залетает на подиум, разбрасывая других БУ чемпионов. Так и в последнем уикенде года, где ему откровенно перло, и он почти весь пятничный ивент откатал байранами из-за сломанных оппонентов, а потом грозно навалял всем и забрался на второе место. На воскресный этап он традиционно завершает топ-16. Такая нестабильность выводит его на восьмое место в году. JTP и Джастин Поллок временами так похожи на Женьку Лосева, как внешне, так и безумствами на треке. Так же, как и Лося, у JTP сезон полон подиумов и провалов. Ладно, подиумов было всего два за год, но финал как раз он закончил на третьем месте, что всегда оставляет приятное послевкусие на межсезонье, а Поллока еще и на седьмое место в году затаскивает. Вот на Оди Бакчисе и самым явным образом проявились все минусы двухэтапной системы одного уикенда. В Сиэтле Ауримус Бакчис заезжает в стену на тренировках перед субботой, машину собирают из говна и палоки, он очень плохо проезжает и субботу, и воскресенье. Это сильно бьет по чемпионатным позициям Оди и похоже по боевому настрою. Три следующих этапа Бакчис собирается с мыслями и выстреливает на победу в финале года, показывая очень крутую езду с каждым из своих оппонентов. Эх, если бы не тот крэш в Сиэтле, Бакчис вполне мог бы сражаться за подиум года, а так только шестое место. Дальше будем фейспалмить Крис, рыжая борода Форсберг. Чувак реально шел к успеху. Яркий пример, как с начала сезона пилот разгоняется и постепенно выходит на боевой режим. Пятый этап, второе место. Шестой этап, победа. На седьмой этап Форсберг выходит всего-то чуть более 90 очков от лидера чемпионата, но без машины. Зетка валит, пока мотор живой. Но в R38 Форсберга говорит прощайте, я удивлен, ведь гараж Криса в том же регионе и запасного мотора нет в наличии. Форсберг не придумывает ничего лучше, как выехать на VQ-35 показательной Зетке на 500 сил и после одного единственного Байрана снимается с гонки уже в топ-16. На финал он арендует бывшую боевую тачку Мэтта Филда, тоже Ниссан, но S14.5. Чужая машина есть чужая машина, и Форсберг свой максимум достигает в топ-16, где его оставляет Оди Бакчис. Ни туда и ни сюда Форсберг заканчивает сезон на пятом месте. Фредерик Асбо двойной фейспалм. У него новая Супра А-90 в команде Пападакис Рейсинг в этом сезоне, ему по традициям жанра надо бы выискивать ее детские проблемы. Но нет, первый же этап 2020 он затаскивает победой, потом сразу же таки вылазит проблемы нового мотора, B-58, этап слит, дальше опять подиум, и тут же три провальных этапа с результатом не выше топ-8. Пятница, седьмой этап 2020. Фредерик Норвежский Молот Асбо раскидывает всех своих соперников и заезжает на первое место, обозначая свои серьезные амбиции на чемпионский титул, оказываясь в каких-то 60 очках от лидера чемпионата. Все могло решиться в топ-16, куда жеребьевка сводила того самого лидера чемпионата и Асбо. Но Федя на нервах, в топ-32 против Райана Литтерла, теряет тачку под стеной, равняется, спасая тачку, но ломает рычаг. Однако такое поведение на треке получает заслуженный ноль. Дальше дело несложное, Райан Литтерл проходит топ-16. Асбо выпадает как из этапа, так и из чемпионской гонки. Дважды победить за сезон, но настолько накосячить в финале, чтобы очутиться на обидном четвертом месте сезона вне подиума года. Перейдем к тройному фейспалму. Райан Терк. Новый член все той же команды попадаки с рейсинг и очень похожая история. Ему передают по наследству горячий хэтч Тойоту Короллу Асбо прошлых лет и надо бы привыкать к новой платформе. Но нет, первый этап года, второе место сразу за сокомандником Асбо, второй этап опять подиум и Райан возглавляет годовой зачет на следующие три этапа, отбиваясь от своих коллег по дрифтальянцу. Маякните мне олдфаги в комментах, кто помнит этот движ. Поностальгируем вместе о двухтысячных. Так вот, Терк на шестом этапе смещается на вторую строчку и перед заключительным уикендом отстает на мизерные 40 баллов от лидера чемпионата. В пятницу горячий хэтч уваливает мотор в топ-32, но выигрывает заезд против Кайла Мона, попадаки с рейсинг меняют мотор за два часа, а Терк в топ-16 приезжает в стену сам по себе. Так как Асбо и Форсберг тоже начудили в седьмом этапе, Терк остается на второй позиции чемпионата, а жеребьевка финала закидают его на первое место с Байраном в топ-32. В топ-16 ему достается Джонатан Нерон. В общем, несложный соперник. Но угадайте, что Терк исполняет? Лидером перетягивает одеяло преимущество уверенно на себя. Преследователем провтыкал разгон и так увлекся сокращением дистанции, что в зоне торможения лупит Нерона в бочину и заканчивает заезд, гонку и чемпионские амбиции 2020. Как оказалось усилиями нашего следующего пилота, Райан Терк даже вице-чемпионом не стал. Закончив год всего лишь на третьем месте. Бедный Стефан Пападакис. Но вот он, красавчик сезона. Челси Денофа, вот с него берите пример. Лузеры Формулы Дрифт тоже не без косяков в течение сезона. Первый этап топ-16, второй победил, третий опять топ-16. И тут пошло-поехало. Четвертое место, два третьих места и второе место на финале. Одним прыжком обойдя двух Пападакисовских чудил, а с бойтерка, второе место в финале и второе в сезоне достойный вице-чемпион. Хм, чемпион года. Ну, нет. Заслужил он звание и титул чемпиона, однако последний уикенд года точно нельзя назвать удачным для этого пилота Ван Гиттин Джуниор. И палка стреляет раз в 10 лет, и Ван Гиттин Джуниор становится чемпионом Формулы Дрифт, вот как раз когда палка стреляет. В 2010, в 2020, и, наверное, в 2030 увидимся. Давайте по порядку. Первый уикенд, два этапа, как под копирку заканчивает Гиттин в топ-16. Никого это не удивило, типичный Гиттин. Что всех удивило, это насколько Гиттин вкатался в трассу Сиэтла и затащил подряд две победы, очень нехило подтянув позиции в чемпионате. Дальше в двойном Техасе второе место за Форсбергом и четвертое вне подиума, но здесь он уже лидирует в чемпионате. Собственно, так он и не отдал больше никому себя обогнать, только в пятницу на седьмом этапе в борьбе с сокоманником Денов и за третье место Ван Гиттин Джуниор смачно приезжает в стену, обеспечив работой механиков на субботу. А в финале года Оди Бакчис заводит Гиттина в ту же самую стену, но уже в топ-8. Если бы Тёрк не вылетел в топ-16, а закончил финал победой, то с таким сходом Гиттина в топ-8 не видать ему чемпионства. Однако победителей не судит новый чемпион 2020 года Формулы Дрифт США Ван Гиттин Джуниор и он таким образом прерывает гегемонию Джеймса Дина. Да здравствует король, Дрифт Король. Я кратенько описал события заключительного двойного этапа Формулы Дрифт США 2020, но вам крайне рекомендую ознакомиться с короткими версиями. Моими короткими версиями, ссылочки на них вы, конечно же, найдете в описании к этому видео. У меня к вам серьёзный разговор. Чуть больше 4 тысяч осталось до 100к подписчиков. Новый год уже на носу. Вперёд! Там внизу активация подписки, колокольчик можно зацепить так уже опционально, но вот лайк и ссылку друзьям скинуть на это видео обязательно без вашей помощи я никак не справлюсь и не достигну серебряной кнопки. Говорят, с той стороны 100 тысяч подписчиков совершенно другая жизнь начинается. Ну а этим выпуском я завершаю сезон Боком Ньюс 2020. Не самый насыщенный сезон здесь на канале, да и вообще во всём мире Дрифта. Однако мы не перестаём пилить контент. Оптимистично смотрим в 2021 год. Декабрь объявляю месяцем формулы Дрифт Япония. Будут вам и короткие версии, может там под конец какой-нибудь анализ устроим всего сезона. Однако, помните, в комментариях я от вас жду, нужны ли на канале короткие версии Сочи Дрифт Челленджа и Уинтер Дрифт Баттла. Да, конечно, новости Дрифта сами тебя не найдут. Увидимся в следующем Боком Ньюс уже в 2021. Субтитры сделал DimaTorzok